всем привет решил записать короткое видео про ченнелы про то как они взаимосвязаны с технологией вебсокетов как данный паттерн работает сделать так сказать взгляд свысока итак 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 во первых у нас есть клиент клиента gs кодом с другой стороны у нас есть сервер на котором крутится феникс с эликсиром и третьих мы все это дело хотим как-то соединить используя протокол взаимосвязи вебсокетов которые обеспечивают нам двухстороннее real-time общение чтобы это осуществить на стороне клиента мы создаем объект new socket и на нем мы вызываем функцию connect с другой стороны на стороне сервера мы должны описать некий модуль user socket который будет отвечать на данное приглашение в итоге у нас образуется вебсокет соединения это у нас был первый шаг теперь второй шаг собственно сами channel и channel можно рассматривать как некую магистраль или тоннель которые построены на территории вебсокетов то есть мы вот строим channel на территории вебсокета через которые юзер может общаться с вебсервером и вебсервер может отдавать сообщение юзеру для этого для этого чтобы собственно построить эти тоннели нам нужно на стороне клиента будет под объектом сокет создать объекты специальные объекты channel и в них указать адреса скажем так адреса для коннекта сервером и также естественно нужно описать механизмы взаимодействия то есть какие сообщения мы можем посылать сервером и какие сообщения мы можем принимать и соответственно как обрабатывать мы будем эти сообщения с другой стороны на сервере нам нужно скажем так обратную сторону описать обратный выход нам нужно будет создать некие модули ченнелом да соответствующие объектам на стороне клиента естественно нам также нужно будет описать механизм взаимодействия вот такой вот паттерн то есть мы строим некие тоннели используя механизм веб сокетов благодаря этому механизму мы можем построить очень большое количество ченнелов то есть в данном случае например как вы видите я решил построить два тоннеля два ченнела два канала то есть один news а другой чат то есть например у нас может быть некая страничка и на ней может может располагаться может располагаться часть отвечающая за чат и еще одна часть которая отвечает за за ньюз и и они будут независимы друг от друга и они будут независимы друг от друга а